Кабушкин Иван Константинович, руководитель оперативной группы Минского подполья, организатор и исполнитель самых дерзких диверсий против оккупационных властей. Память о герое вековечном названии улицы и переулка в Минске, а на родине героя в Барановичском районе есть поселок Кабушкино, названный в его честь. В первые дни Великой Отечественной войны младший лейтенант Иван Кабушкин попал в плен. С помощью смелых минчан ему удалось выбраться из лагеря. Иван Константинович сразу же включился в подпольную борьбу. Добывал оружие, боеприпасы, медикаменты, устраивал побеги советских военнопленных, выводил из города людей в партизанские отряды. Кабушкин действовал под кличкой Жан. С мая 1942-го он возглавил оперативную группу Минского подпольного горкома партии по борьбе с вражескими агентами и провокаторами. За голову отважного подпольщика была установлена крупная награда, но Жан был неуловим. И только по нелепой случайности Иван Константинович попал в руки гитлеровцев. В феврале 1943-го Кабушкина схватили на конспиративной квартире. Пытки и истязания не сломили его. В одной из последних записок на волю он написал «Если погибну, то не под лицом, а за родину, за народ». Из тюремной камеры Иван Кабушкин так и не вышел. В 1965 году Ивану Кабушкину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.